так вроде бы все нормально в прямом эфире доброго дня всем давайте кто подключается подключайтесь я сейчас пока прицеплю тему сегодняшнего эфира так всем доброго дня прикрепить комментарии все комментарии прикрепила мы сегодня с вами поговорим про важность вечернего и ночного ухода за кожей лица пока все присоединяются давайте с вами познакомимся меня зовут марина я проживаю в московской области пишите откуда вы и можно даже про погоду я думаю сейчас это актуально говорить про погоду у нас никак не становится зима такая погода весенние наверное весенние больше похоже чем зимний снег выпадает и тает и я думаю что прямой эфир нас будет не очень долгий кто не смог присоединиться посмотрит его записи и мы с вами начинаем почему важен ночной уход вечерний уход за кожей очень часто сталкиваюсь общаясь с девушками проводя мастер-классы свои марафоны красоты который нас проходит периодически где мы общаемся учимся ухаживать за кожей говорим о важности ухода за кожей с достаточно молодого возраста ну конечно не с 10 лет 10 лет важно просто очищать кожу но уже лет с 15 и 16 нужно учиться грамотно ухаживать за кожей потому что есть знаете очень такая хорошая фраза нам не нравится то как вы выглядите сейчас это результат вашего ухода за кожей 10 лет назад собственно так мы ухаживали за кожей 10 лет назад задумайтесь о том как вы ухаживали за кожей 10 лет назад да или как вы хотите выглядеть через десять лет сколько вам лет как вы хотите выглядеть на допустиме сейчас 40 лет как я хочу выглядеть в 50 я думаю что у всех у нас есть эталоны красоты мы с вами видим женщин которые выглядят достаточно молода несмотря на свой возраст я не говорю сейчас о инъекциях уколах красоты так далее я говорю о естественном уходе за кожей и таким образом нужно подбирать для себя оптимальный уход поэтому важно правильно ухаживать за кожей знаете вообще статистика когда изучал этот вопрос оказывается что по статистике у россиянок у среднестатической россиянки всего два средства ухода за кожей всего два это бывает допустим очищающие средства и какой-то один крем или там допустим крем и один крем и один крем для кожи вокруг глаз и все в среднем да конечно же кто-то использует очень большое количество средства причем разных фирм разных марок нужно помнить о том что конечно же все средства должны быть одной марки потому что именно так они будут действовать более эффективно называется комплексный уход если вы берете очищение увлажнение питания соответственно они все должны быть одной марки таким образом дополняя друг друга они становятся более действенными для она вашу кожу на ваше лицо почему важно вечерний важен вечерний ход за кожей потому что ночью кожа обновляется в два раза быстрее чем днем часто слышу что девушки говорят вот я сегодня пришла поздно я устала и легла так вот как как пришла да и легла нет у нее сил умываться снимать эту косметику ты чего я утром моюсь ни в коем случае друзья как бы уставшие вы не были как бы вам не было тяжело плохо обязательно очистите кожу ведь даже если вы находились дома я сегодня никуда не ходила целый день дома была какие-то домашние дела или работа дома тогда я не грязная да я уголь не разгружала как любила говорить одна моя знакомая уголь не разгружала что мне что мне соответственно умываться но помните о том что кожа даже если вы находитесь дома она вырабатывает жир да салом притягивает к себе пыль обязательно вечером нужно очистить кожу вашим любимым очищающим средством это очень важно затем кожу нужно протонизировать использовать тоник для тонизирования кожи для чего нужен тоник многие избегают этого пункта тоник мне нужен я умылась сразу наносят крем тоник нужен для того чтобы убрать остатки очищающего средства который возможно вы плохо смыли воду или еще что-то убрать и подготовить кожу к следующему следующему этапу следующий этап у нас сыворотка а я думаю многие сталкивались да сейчас сыворотки а сыворотках очень много говорят я очень люблю это средство они обычно в маленьких таких идут флакончиках это более концентрированные средства там находятся мельчайшие частички более концентрированные и мелкие они глубоко проникают в кожу крем так глубоко проникнуть не может крем остается верхних слоях кожи сыворотка проникает глубоко и вот затем когда мы на сыворотку наносим крем сыворотка как бы тянет за собой крем туда же глубоко где находится сама представляете да то есть крем он 10 где-то на поверхности нас остался сыворотку тьму его туда глубоко то есть у нас идет очищение тонизирование сыворотка крем для кожи вокруг глаз для кожи вокруг глаз обязательно должен быть свой крем нельзя к тем кремом которым мажем все лицо пользуются для кожи вокруг глаз потому что кожа вокруг глаз более тонкая более восприимчиво к воздействию окружающей среды мы замечаем что нас первые машинки появляются не на щеках а вокруг глаз потому что более тоненькая кожа дают морщинки вот здесь вот уже это более такую приклонную возрасте у бабушек у 10 появляются морщинки а у девушек уже после 25 можно заметить такую сетчатку сеточка появляется здесь поэтому для кожи вокруг глаз свой крем он специально предназначен для кожи вокруг глаз и ночной крем у нас как завершающий но по ходе за кожу лица конечно же используется много дополнительных средств по уходу это маски кто любит маски тот я я очень люблю маски по уходу за кожей спасибо большое за комплимент очень люблю маски раньше не так часто использовала маски но видимо потому что мало про них знала сейчас маски обожаю разные какие мы знаем сами маски мы знаем маски очищающие да это которые очищают снимают верхний слой кожи бывает маски пленки мы их наносим да потом так вот снимаем они высыхают мы снизу вверх снимаем бывают угольные маски тоже такие как пленочки у меня дочь ей 16 лет любит эту такую маску угольная маска она наносит ее хоть у нас дома черненькая такая потом ее так пленочкой снимает на хорошо очищает кожу как раз для подростковой кожи очень хорошо подходит потом какие маски маски которые мы размазываем давно наносим на кожу они бывают питательные увлажняющие анти эйдж эффект и так далее тканевые маски это тренд сейчас у нас пришел азиатский тренд когда мы пленки да вот пленки классные маски но не всегда бывает их я например не с первого раза научилась их снимать не знаю как вы мне первый раз мне приходилось их как-то вот спонжиком снимать у меня не всегда получала сейчас уже конечно приспособилась добрый день маски которые тканевые очень удобно мне чем они нравятся что их не нужно потом смывать очень удобно ныне сюда расположили на лице легли полежали столько времени сколько указано на упаковке очень важно не передерживать потому что бывает 20 минут прошло ой еще влажно да я подержу маску нельзя потому что эта ткань которая из которой сделана масочка сама она начнет уже вытягивать влагу из кожи нужно снять если у вас осталось на маски ну на эту ткань сыворотка используйте наложите на шею так свернуть ее можно на шею походить немножко на зону декольте потому что мы знаем что у женщины начинается вот здесь да или еще ниже поэтому нужно заботиться об этой части тоже здесь можно пропитать хорошо всю сыворотку которая остается в пакетике если очень много сыворотки тоже ее оставлять нельзя можно ее вылить на ладошку и опять-таки распределить по остальному телу хорошо хорошо дать пропитаться и еще сейчас есть маски появились как ночные маски которые не нужно смывать эти маски наносятся непосредственно на ваш ночной крем то есть у нас идет ночной уход до очищения как я уже сказала повторюсь тонизирование кожи сыворотка крем для кожи вокруг глаз и ночной крем все это сделали ночной крем нанесли дали ему впитаться 15-20 минут чтобы он немножечко впитался в кожу и опять-таки помним очень важный момент что нельзя нанести все и лечь спать будет два исхода либо вы утром станете отечная тут мешки тут потекло тут растянулась тут перекосилась то есть будет отечность кожи второй вариант вы просто покормите наволочку все вытрите об наволочку и все то есть собственно результата не будет ни в том ни в том случае в первом будет негативный так потому что будет отек мешки под глазами и отечность всего лица второй случай вы не видите никакого результата потому что вы вытрите все о наволочку поэтому нужно ну хотя бы 40 минут подождать так вот дали крем впитаться минут 15-20 затем наносите ночную маску они не смываются они работают ночью очень классно потому что кожа ночью обновляется два раза быстрее чем днем то есть мы спим а кожа обновляется покажу вам сейчас масочку тоже взяла с собой сейчас вам показать вот такая есть ночная маска я при нее писала в сторис уникальная маска вот такой баночки но вот так выглядит она обычно до эти как йогурт вот она беленькая но она не ложится на лицо белым слоем вот она размазывается видите вот она ее не видно потрясающий аромат легкие все вот я и размазала и она осталась ее не видно не не испугается муж когда вас увидит в этой маске то есть не будете белым таким пятном лежать все вот ее нет нет такой коробочкой надет это запечатанная не буду открывать потому что возможно кому-нибудь подарю а это моя это я пользуюсь все она наносится также конечно же ей нужно немножечко пропитаться дать потому что ну она опять-таки вы либо будет отечность да потому что под глаза мы знаем мы не наносим маску как и все маски мы наносим вот вот так избегая зона вокруг глаз и избегая вот этот вот треугольник то есть мы наносим вот так вот все распределили распределили по 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 лицу хорошо хорошо размазали дали ей впитаться и у минут 40 она должна питаться подействовать и затем вы уже ложитесь спать спокойно ночью она работает сейчас расскажу как раз как она работает три основные компоненты этой маски содержится это галуроновая кислота масло инка яич и масло кубасу game of our own на кислота мы с вами знаем что это мощнейший вложить кожу годам очень мощная но кто раньше не слышал про галуроновую кислоту тот наверное уже давно про нее снимать потому что о всех ящиков со всех телевизоров нам вещает про галуроновую кислоту это очень мощно вложить его на обладает такое способности, что притягивает отовсюду, то есть, особенно сейчас сухой такой сезон, когда у нас отопление работает, воздух в квартире сухой, ну, если кто-то может быть увлажнительным использует, но не все. Поэтому она притягивает малейшие молекулы влаги, которые есть в воздухе, тянет их к себе сюда, в кожу, и она способна удерживать вес молекул в тысячу раз больше, чем она сама. Насколько это мощный увлажнитель кожи, она удерживает эту лапогубка, да, вот, представляете, губка когда сухая, водичка попадает, она потихонечку впитывает, 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 так вот эта маска тоже самое делает, она впитывает эту вот, любая гиалуроновая кислота, если видите гиалуроновая кислота, она именно увлажняет очень хорошо кожу и удерживает ее внутри в эпидермис. Вообще гиалуроновая кислота, она вырабатывается самостоятельно эпидермисом, но просто с возрастом ее становится все меньше, меньше и меньше, то есть, чем ее старше становится, тем меньше ее вырабатывается, ну, поэтому, конечно же, В возрастных средствах уже используются средства с гиалуроновой кислотой. Если вы видите гиалуроновую кислоту, то знайте, что это просто мощнейший увлажнитель. Затем масло инка-инчи. Это масло было известно уже 2000 лет назад. Еще женщины племени инка использовали это масло для того, чтобы сделать маски красоты. Так называемые, выжимку семян делали и добавляли в свои маски красоты. Секрет этого масла в том, что оно способно быстро восстанавливать кожу и увлажнять при помощи полезных жирных кислот и антиоксидантов. А также обладает, конечно же, видимым антиэйдж эффектом. И считается одним из сильных эликсиров молодости и красоты. Кожа становится более плотной, более упругой, эластичной и легче противостоит воздействию окружающей среды. Помимо этого, также масло инка-инчи обладает прекрасными лечебными свойствами. Использую для снятия раздражений, покраснений, для завершения ссадин, рубцов. Я знаю девушек, которые использовали это масло, например, эту маску, кто в более взрослом возрасте перенес, например, ветрянку. А когда уже переносит только в взрослом возрасте, может быть, в подростковом, взрослом, ветрянке, остаются шрамики. Да, вот эти рубцы на коже, на лице особенно они видны от ветрянки. Так вот, пользуясь, девушки увидели заживление, заживление, ну и они сглаживали, становились все меньше, меньше, меньше вот эти вот рубцы от ветрянки. В составе масла инка-инчи также высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот, незаменимых кислот, то есть тех, которые не вырабатываются организмом самостоятельно. Они должны поступать к нам извне. Омега-3, она повышает, замедляет процесс старения, увеличивает регенерацию кожи. Омега-6 увеличивает, укрепляет естественный липидный барьер, помогает удерживать влагу в эпидермисе. А также в этом масле содержится витамина Е и витамина А. То есть витамин Е мы с вами знаем, что это витамин молодости. Молодости и красоты, часто назначают его пить вовнутрь, мазать, потому что это такой мощный борец, который предотвращает воздействие радикалов, воздействие окружающей среды, ультрафиолета. Мы часто находимся на солнце, на ветру, и кожа у нас всегда голая. Если мы, например, выходим сейчас зима, мы пойдем на улицу, мы одеваемся. Кожа всегда у нас без одежды, всегда защищенная, поэтому кожу важно одевать в защитные средства, которые мы можем наносить с помощью косметических средств. И масло купуасы – это альтернатива маслу ши и какао. Если знаете масло ши и какао, то как раз таки масло купуасы аккумулирует в себе свойства этих двух масел. Придает гладкость кожи, мягкость, эластичность, упругость, такое, знаете, наверное, легкое сияние. И очень хорошо подходит для сухой поврежденной кожи. Если сейчас, допустим, вчера мы с детьми ездили гулять, ездили на Поклонную гору, сильный ветер, такая погода 0 градусов, влажность повышенная, вроде бы лежит снег, влага, сильный колючий ветер, и придя домой, я чувствую, что кожа прям горит, вот знаете, горит, как будто ожог произошел на коже, и, ну, конечно же, агрессивное, очень сильное воздействие. У меня вообще кожа очень чувствительная. Что сделала? Сразу же сняла весь макияж, все, что было, умылась, очистила хорошо кожу, нанесла уже свой вечерний уход, и сверху масло. Кожа сразу успокоилась, она такая напитанная становится. Потрясающе. Ну и масло, конечно же, вот у Купуаса, да, оно очень хорошо увлажняет кожу и усиливает, увеличивает липидный, увеличивает липидный баланс кожи. Оно не дымит в кожу, и кожа увлажненная остается даже после снятия маски, да, вот вы уже на следующий день умываетесь, утром встаете, а кожа еще 48 часов у вас увлажненная и напитанная, поэтому не нужно каждый день использовать, достаточно одного-два раза в неделю, но сейчас в такую погоду я использую немножечко чаще и использую в основном по необходимости. То есть вот когда мне нужно, как я вчера приехала, я поняла, что мне нужно срочно использовать эту маску, потому что успокоить кожу, успокоить. Масла я люблю, но масла, если в чистом виде масла, которым мы покупаем косметические, масла их нужно обязательно смывать, то есть их надолго оставлять на коже нельзя, потому что масло обладает таким свойством, что оно начинает вытягивать, вытягивать масло, влагу из кожи. А именно масла в кремах, которые содержатся уже дерматологически проверенные, подтверждены клиническими испытаниями, все прошли исследования, они действуют по-другому, они именно питают, насыщают, увлажняют кожу, придают упругость. Что еще делает масло Купуасса? Оно часто лечит дерматиты и использует для восстановления поврежденной кожи. Я бы назвала, что эта маска, это маска SOS для кожи, если вам нужно экстренно выглядеть хорошо. Вот, например, легли поздно спать, завтра какая-то важная встреча, привет-привет, важная встреча, и вы понимаете, что вам надо выглядеть хорошо. Вот эта маска, она позволяет вам выглядеть, как будто 8 часов поспали. Честно говоря, сегодня я спала меньше, чем 8 часов, и вчера моя кожа подвергалась очень сильному воздействию, агрессивному московского климата, очень сильный ветер, кожа горела, как будто я его сожгла, если честно. Вот маска помогает вам выглядеть, как будто бы вы проспали 8 часов, хорошо отдохнули, напитали кожу и защитили ее. И маска обладает еще антиэдж-эффектом, за счет именно гиалуроновой кислоты, как я уже сказала, что она увлажняет кожу и разглаживает морщинки, которые у вас, может быть, уже появляются. Нет абсолютно никаких ограничений по возрасту, ну, естественно, не для детей, понятное дело, да, что это взрослая маска, но ограничений по возрасту нет. Это любая женщина, которая заботится о себе, которая хочет быть красивой, молодой, и которая понимает, что она через 10 лет хочет выглядеть именно так, как она хочет выглядеть, да, а не как может быть она бы выглядела. Потому что недавно встретила, разговаривала с девушкой, когда мы проводили проект красоты, она не сказала, что намывается хозяйственным мылом. Вы знаете, для меня это было настолько сильное удивление, я не знала, что еще до сих пор есть женщины, которые умываются хозяйственным или детским мылом, или любым другим мылом, пользуются и один крем на все случаи жизни, то есть и для дневного использования, и для вечернего использования. Так нельзя, потому что мылом нарушается абсолютно весь барьер кожи, смывается все, нарушается баланс, сухость кожи возникает, и потом дерматиты и так далее, да. Я думаю, что косметологи и дерматологи, это все знают. И один крем, он не должен быть универсальным. Дневной крем, он защищает, он защищает от негативного воздействия окружающей среды, а ночной крем, он устраняет последствия все. То есть, если вы хотите защититься, вы используете дневной крем, потому что там ИСПФ защита, там увлажнение, он более легкий. Ночные кремы, они по консистенции более плотные, они питают кожу, и они снимают то напряжение с кожей, которое вы получили в течение дня, да. А напряжение мы получаем, кожа у нас стрессует, ну, стрессует, когда мы стрессуем, да. Вы просто, может быть, замечали, когда у вас был какой-то сильный стресс, ну, что-то вы переживали, волновали, что-то произошло, может быть. Как выглядит кожа, она становится более серой, тусклой, да. Когда вы радуетесь, вы счастливы, гормоны счастья у вас вырабатываются, и кожа сияет, кожа реагирует на наше внутреннее состояние. Так вот, ночные средства по уходу за кожей, они именно убирают негативное воздействие, они успокаивают кожу, они помогают ей обновляться, они помогают ей восстанавливаться. Девушки, в общем-то, я уже рассказала вам основную часть, что хотела про ночной уход за кожей лица, почему он важен. Если у вас остались вопросы, пишите, с удовольствием их отвечу. Более подробную информацию я сейчас выложу пост, напишу, расскажу, разложу, если кто не успел запомнить. Все это будет сейчас в посте. Если есть сейчас вопросы, пожалуйста, задавайте. Если нет, то можете задать все свои вопросы под сегодняшним постом. Буду рада общению. Если какие-то вопросы у вас есть более, может быть, личного характера, что-то хотите спросить, пожалуйста, пишите в директ. Будем общаться с вами в директе с удовольствием, пообщаемся, познакомимся поближе. Я смотрю, вопросов нет, никто не пишет. Всем хорошего дня. Желаю, будьте красивыми, заботьтесь о себе, не забывайте об этом, даже как бы вы не устали, будьте всегда красотками, с любовью относитесь к себе и к своей коже. Всем хорошего дня. До новых встреч.